О таких речей никто из властей не говорил, даже Дмитрий Медведев, которому уж, как говорит, сам Бог велел, да и Россия не возражала бы. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. И после Алматинской встречи и принятых там решений, моя позиция на этот счет не изменилась. Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе народного волеизъявления. Тем не менее, я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ. В 91-м году Борис Николаевич Ельцин занял кремлевское кресло. И началось то, чего ранее не могло и быть. Дирижирование оркестром, нелепые ситуации с падением с моста Чубайс, Березовский, Гайдар. И мы смотрели, смеялись, не верили, меняли деньги. И пока шла вся вакханалия, Россия зачеркивала нули в купюрах. Сейчас этого никто не вспомнит. А было, было. Горбачеву клянут во все кости, ругают его за развал Союза. Клянут и ругают те, кто не вышел на площадь. Не сказал слова, не заступился за страну. Горбачев виноват, Ельцин, а еще больше Чубайс. И все об этом на кухне. А сами смотрели, как раздирают страну чиновники. Как дербанят российские хабар-бандиты. Как жутко боятся их милиционеры. Как решают вопросы с уголовниками те, кого мы называем до сих пор народными заступниками. Скажите, пожалуйста, вы знаете своего депутата? Нет. Нет, 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 не знаю. То есть ни фамилии не знаю? Да, извините, не знаю. Ой, нет, извините. Не знаю, честно говоря. Не встречались. Депутата? Нет. Не знаю. А округ какой может у вас? Конечно, нет. Михаил Сергеевич, вы сделали главное. Вы дали нам свободу. И пусть продажность чиновников зашкалила все мыслимые пределы. И пусть министр обороны собирался покупать боемашины в Италии, стране вероятного противника. И пусть Кавказ. Ах, этот Кавказ. И все-таки, Михаил Сергеевич, спасибо вам за волю, за то, что мы можем сейчас это говорить.